всем огромный привет из Волгограда с вами Светлана я сегодня покажу вам что можно сделать из остатков равномерки или канвы я очень бережливый хомячок и вышивая какие-то работы на своих равномерках вот зачастую бывает остаются там 10-15 сантиметров края кто-то это все разравнивает центруид и уходит вся эта равномерка на одну работу а я вот скрупулезно отмеряю эти пять сантиметров чтобы оставались на поля а остальное вот отрезаю и складываю вот был у меня такой кусочек небольшое от линды 24 каунта цвайгард это белый цвет по-моему 100 или 101 скорее всего 100 она такая кипельно-белая как вы видите и вот был хэллоуин я вышила вот такую небольшую бесплатную схему которую нашла на сайте bucilla я оставлю ссылочку в инфобоксе если кому-то она понравилась то можете ее тоже скачать себе эта схема очень маленькая совсем крошечная 40 на 40 клеточек цветов здесь используется раз два три 4 5 по 5 цветов ключ там был в дом в дмс но я так как экономная девушка подобрала то что у меня было у меня есть небольшой запас гаммы поскольку я уже говорила где-то в своем видео что начинала я вышивать именно с этих ниточек и подобрала очень похожие и их тут не отличишь буквально поэтому очень довольна что хоть как-то я пристраиваю эти нитки гамма здесь есть небольшое количество четвертинок вот здесь вот на мышках вот видите за счет этого получается такой аккуратный срез не по-моему тут где-то на в домике тоже есть четвертинки но их очень-очень мало да и сама вышивка очень маленькая особенно мне нравится вот это вот выглядывающее привидение обалденное сейчас я очень загружена как вы видите видео у меня выходят не так часто как раньше на работе загруженность осень школа были каникулы у детей вот вчера был день рождения у сына сегодня вообще жду гостей ну вот в перерывах между резкой салата салатов и уборкой я решила быстренько вот это вот снять очень хочу оформить в игольницу по методу илоны вы видите у меня есть такая заготовка под браслет деревянная и вот в эту заготовку я и помещу свой хэллоуиновский домик с привидениями надеюсь что у меня получится ну вот пока никак никак времени не нахожу надеюсь что через несколько вы буквально через несколько мгновений увидите готовую работу но я второй работе расскажу это розочка вы знаете что я очень люблю розы по схеме от алисы окни осах я уже поняла что этот дизайнер стал моим любимым и готова от нее вышивать самые разные схемы вот у нее одна из последних разработок это четыре цветка роза мак шикарный тюльпан и василек эти четыре миниатюрки они очень маленькие вот розы у меня 65 на 47 крестиков открыточный вариант буквально ну или можно их вышить все четыре оформить в один багет вот я отшивала розу она очень легко вышивается здесь прекрасный бэк ну что говорить все по клеточкам все как положено в цветов всего 19 4 бленда в этой малышке есть несмотря на это размер приблизительно получился 12 на 9 сантиметров это же 27 линда вот и тоже я ее планирую оформить в игольницу сейчас через несколько мгновений вы увидите что у меня получилось вот и посетила меня желание вдохновение творить и у меня готовы мои игольницы покажу я свою первую хэллоуиновской как я и говорила оформила ее по принципу наши любимые лоны в деревянную заготовку для браслета конечно здесь не обошлось у меня без косяков я не буду их все открывать но собственно тут и видно вот но тем не менее я довольна поскольку это первый опыт а первый блин часто бывает комом но он получился не таким уж страшным комом все-таки это вещь рукодельная вещь хендмейт и поэтому не обязательно она должна быть по фабричному идеальной поместила я как уже говорил игольницу в этот браслет с помощью суперклея я просто вышивку это приклеила с внутренней стороны браслета сверху я проложила вот эту шерстяную нить вот действительно у рукодельниц все идет в дело это шерстяная нить из американских наборов там где нитки лежат пучком и перевязаны такой вот ниточкой пошла у меня в дело я эти ниточки не выбрасывала вот и пригодилась нижняя часть игольницы у меня закрыта картонной заготовкой которые я обтянула фетром фетр кстати тоже был из сапожка димовского поскольку я использую для обратной стороны не фетровую часть сапожка которая в наборе лежит а использую ткани и просто приклеила дно к этому браслету предварительно наполнив игольницу холофайбером или синтепоном как она правильно называется ох солнышко убежала так она хорошо светила но и вот здесь посмотрите я приклеила еще свое ведьми на черное кружево она мне очень нравится боялась я переборщить думала может быть его сверху пустить но вот по моим ощущениям ближе всего получилось все таки с нижней частью ну вот так вот выглядит моя игольница сверху она очень легкая она маленькая этот браслет небольшого размера вот для сравнения вам мои ножнички павлинчики видите она очень очень небольшая получилась но милая я буду свои теперь хэллоуиновский проект сшить именно с этой игольнице а вот и вторая игольница розочку я и планировала оформлять в такую прямоугольную подушечку для игол у меня еще такой игольницы не было и наконец-то я вот ее себе сама сотворила в начале я хотела использовать вот эту ткань или во вторая у меня тоже была с розами но когда я начала своей ткани которые у меня в запасах для почерка имеются ворошить я увидела эту клеточку она просто вот сама легла на эту розу вообще я очень люблю клеточку и здесь соединилась и клетка и роза все самое мое любимое и вот эти кружева кружева я пустила вот здесь на стыке ткани и вышивки и сделала вот такую петельку вот но у нее больше такой не прикладной характер в принципе можно и подвешивать игольницу ничего страшного а мне нравится просто что она вот так торчит и если в работе понадобится игольницы я буду так цеплять ее и подтягивать также сюда попросились у меня вот эти две пуговики вот было желание еще прилепить пуговицу с очень похожим принтом как на этой ткани в такую же клеточку но слава богу я себя сдержала потому что в любой прикладной вещи как я считаю самое главное вовремя остановиться и не переборщить потому что когда вот этот порыв вдохновения тебя накрывает хочется и это попробовать и того добавить и того приклеить прилепить и зачастую получается к сожалению перебор я очень всегда боюсь этого перебора вот поэтому бью себя по рукам и стараюсь вовремя остановить набила я игольницу тоже синтепоном плотно не стала очень сильно набивать чтобы она была такая мягкая и податливая я не очень люблю плотно набитые вещи но и к тому же здесь вышивка чтобы все-таки она была выглядела по площади вот пожалуйста в эту часть можно втыкать иглы можно их и вышивку я считаю втыкать ничего страшного не произойдет ну что сказать я очень довольна моих в полку моих игольниц сегодня прибыла в этот выходной день я хорошо потворила повытворяла чего желаю и вам на этом с вами прощаюсь спасибо что смотрите мой канал посещаете пишите комментарии я желаю вам мега вышивального вдохновения творите красоту с вами была светлана до новых встреч в эфире пока